В свете последних событий в городе Барнауле хотят повысить стоимость в общественном транспорте, а именно на 13%. Но как мы знаем, в последнее время, да и не только последнее время, заработные платы в Алтайском крае никоим образом не растут. И как же это все происходит, мы сейчас попробуем разобраться. В нашем распоряжении ответ от замглавы администрации города Барнаула, в котором содержится, как ему кажется, обоснование увеличения стоимости проезда в общественном транспорте. А теперь по порядку МРОД. Для непроизводственной коммерческой сферы с 1 января 2021 года МРОД равен 13 тысячам рублей. И вот незадача. Оказывается, этот МРОД уже не поднимался целых два года. То есть рост МРОД в Алтайском крае равен нулю. О каких 7,5% администрация города говорит, непонятно. Цена на топливо. Цена на топливо и правда за два года выросла. В ответе на наше обращение указан рост цен на дистоплива в 12%. Однако на официальном сайте Алтайского края приводится данная о росте цен по сравнению с 2019 годом всего на 2,3%. Помимо этого, в 2020 году край занимал вторую позицию среди регионов Сибирско-федерального округа с минимальным значением цен. Формулировка повышения цены запасные части ГСМ довольно-таки расплывчата и проверить ее сложно. Инфляция. Действительно, за последние два года инфляция составляет около 9%. Однако тут же возникает вопрос, в чьих же карманах осядет разница цен на проезд, если учитывать то, что зарплаты наемных работников за последние несколько лет остаются на одном и том же уровне. Мы, жители города Барнаула, категорически против мер, предлагаемых администрацией по повышению цен на проезд, а именно на 3 рубля. Даже повысив цены, как официально заявила администрация, не гарантируется обновление автопарка. Еще 3 года назад, повышая цены на проезд, администрация и перевозчики кормили нас обещаниями о том, что они повысят зарплаты водителям и кондукторам, а также обновят подвижной состав. Но обещания так и остались обещаниями. Кроме того, в том же году был отменен льготный проездной для категории малообеспеченных студентов. Общественный транспорт в руки города. Администрация и правительство края ищут выход из тяжелого состояния общественного транспорта в системе брутто-контрактов, которая позволяет получать перевозчикам гарантированную прибыль. При этом все риски неокупаемости и ненаполняемости пассажирами транспорта берет на себя муниципальный бюджет. Почему бы городу не создать единое муниципальное предприятие и не заняться централизованно развитием общественного транспорта? Также посмотрим на Новокузнецк, где благодаря грамотной реформе была обновлена большая часть автопарка. При снижении стоимости проезда. Краевая столица достойна современного общественного транспорта. Показатель прибыли не должен становиться священной коровой, на которую равняется власть. Удобство, доступность, простота в использовании. Вот целевые критерии, на которые должен опираться город. Так происходит везде в мире, где развитием общественного транспорта занимаются муниципальные власти. Мы за перевод общественного транспорта в муниципальную собственность, за его государственное финансирование, а также за централизованное развитие городской транспортной среды. Подписывайте электронную петицию против повышения цен на проезд по ссылке в описании или QR-коду на экране. Продолжение следует...